Дорогие мои друзья, мы продолжаем путешествие по Провансу и сегодня я вам расскажу об отеле, в котором мы остановились. Недалеко от Сент-Марии-де-Ла-Мер, это городок на побережье, находится наш отель, в нем мы проведем два дня. Мы уже прибыли туда поздно ночью и вот так вот освещая фарами, пользуясь навигатором, мы отправились на поиски этого замечательного отеля. Отель выбрала конечно же Алла, она сказала знаешь это будет замечательный отель, он очень дорогой, ну для нас дорого, 110 евро в сутки. Но это сезон, это практически пик сезона, конец июля, начало августа, там цена не меняется, 110 евро в сутки. Я например посмотрел на сегодня, если поехать в октябре, то это будет стоить там порядка 60-70 евро, то есть уже вполне приемлемая цена. Но мы сами виноваты, поехали в сезон, чтобы посмотреть как цветет лаванда, поэтому ну что вам сказать, сами и расхлебываем, денежку зарабатываем, ну и как говорится тратим ее. Поздно ночью уже засыпая, мы вышли на такой как сказать балкончик, вот сейчас утром я вам показываю где мы были, ну такая маленькая как сказать прихожая что ли в нашем номере. А вот рано-рано утром я вышел, все постояльцы в отеле еще спали, это небольшой частный отель, такой отель, агро отель. Здесь бегают курочки, здесь есть коровки, здесь есть большая ферма лошадей, не просто там лошади стоят, кушают, на них обучают в верховой езде, на них можно совершить верховую прогулку в окрестностях. У нас было в планах такое сделать, совершить, но жара всему помешала. Мы представили поездку на лошади под просто жарящим солнцем, 40 градусов жары, 40-45, а считайте на солнце все 50. И мы передумали. Мне жалко стало и меня, и самого себя, и лошадку, которая будет больше 100 килограмм веса в такую жару на себе вести. Ну для тех вас, мои дорогие зрители, кто любит лошадей, любит животных, любит деревню, это вот такая деревня, хутор можно сказать, то я думаю вам понравится этот отель. Это не реклама отеля в прямом смысле, то есть мне отель этого не заказывал, он понятия не имеет о том, что я делаю фильм для вас. Кстати, этот фильм я наверное отправлю, вряд ли они им воспользуются, но тем не менее я отправлю, потому что из чувства просто благодарности, как сказать спасибо организаторам этого отеля за огромный труд. Посмотрите, как здорово, много цветов, великолепный газон. Здесь есть и завтраки, и ужины, и обеды, но мы не брали. Для нас это было, к сожалению, дорого, поэтому питались, так скажем, подножным кормом, да, то, что привезли с собой. Вот такой бассейн. Так как мы были два дня здесь, то мы два утра, два раза утром, так скажем, в этом бассейне искупались. Несмотря на то, что у нас были очень напряженные эти два дня, то есть два дня в отеле, это не то, что многие могут подумать, что вот лежат, загорают, кушают. Мы об этом мечтаем, но, к сожалению, такое бывает крайне редко, и мы даже уже и не помним в ближайшее время, когда такое было. Это утра на утром, это может быть 7 утра. То есть мы быстренько вскочили, и говорю, Алла, тут есть бассейн, нам нужно искупаться, нам нужно показать нашим зрителям, нашим дорогим друзьям, рассказать об этом отеле. Я уверен, что те из вас, кто будет в Провансе, кто приезжает сюда, например, с детишками, будут очень довольны этим отелем. До городка там практически, наверное, километров 5. Можно пешком пройти, можно на машине. Как правило, в Провансе все путешествуют на машине, и это правильно. Знаменитая на весь мир Которусель. Вот, мы ее крутим, вертим, плескаемся. Потом, когда другие постояльцы этого отеля пришли в бассейн, там воды не было уже наполовину. Нам было очень стыдно, но что поделать, такие же мы дурачки. Обожаем веселиться, как дети. Отель рекомендую. Но, так как здесь много животных, хочу обратить ваше внимание, тех людей, тех моих зрителей, есть ли у кого есть аллергия. Такое бывает часто. Например, на лошадей, на лошадиный пот. Тогда вам, конечно же, не суда. Вот знаменитая дынька. Мы ее кушали практически каждый день. Часто на дороге встречаются такие небольшие рынки, где продаются дыньки, арбузы, помидоры, виноград. Ну и прочее, то, что выращивается во Франции. Мы всегда останавливались на таких рыночках и закупали несколько дынь, там несколько бутылок вина, виноград. И в такую жару, вы знаете, кушать особо, честно говоря, и не хочется. Вот как раз вы видите занятие верховой ездой. Мы говорим нашему отелю до свидания. Мы отправляемся дальше путешествовать. Следующий мой рассказ будет об этом городке Сент-Мари-де-Ла-Мер. До которого рукой подать. Не уходите далеко, мои дорогие зрители. Вас ждет еще несколько фильмов о Провансе. Субтитры сделал DimaTorzok